материал ра книга 2 сеанс 50 6 мая 1981 года рам я есть мра я приветствую вас любви и свете одного бесконечного творца сейчас мы общаемся вопрос не могли бы вы сообщить о состоянии инструмента рам все как раньше вопрос на последнем сеансе вы поделились концепцией что опыт и притягивается к сущности через южный полюс не могли бы расширить это положение дать определение того что вы имели в виду ра что достичь надлежащей перспективы для понимания выше приведенной информации потребуется некоторое размышление южный или негативный полюс притягивает как магнит он притягивает к себе все что притягивается то же самое происходит и совокупность ум тела дух втекание опыта это приток в южный полюс вы можете рассматривать это упрощенное высказывание единственная истинность этого положения в том что будучи самым низким центром или центром корневой энергии физического носителя красный луч или основной энергетический центр имеет возможность первым реагирует на любой опыт только в этом смысле вы можете отождествлять физическое расположение южного полюса с центром корневой энергии в каждой грани ума и тела возможность первого действия будет предоставляться корню или основе что это за возможность за исключением выживания это корневая возможность ответа ее можно считать характеристикой основных функций ума и тела вы обнаружите что этот инстинкт самый сильный многое открывается знающему как только он сбалансирует и разблокирует этот центр тогда южный полюс перестает блокировать данные опыта и более высокий энергетический центр ума и духа обретает возможность пользоваться притянутым к нему опытом перевод но был вопрос южный полюс как бы планеты человека как они расширьте как они между собой коррелируются с чем чем похоже ну надо поразмышлять южный полюс или негативный полюс притягивает притягивает то что может притянуться и это же самое то есть это сейчас он говорил про планету то же самое происходит с человеком втекание опыта это приток в южный полюс втекание опыта человека это равняется приток в южный полюс земли ну как бы аналогии идет ну чем это такое упрощенное высказание дальше единственная истинность этого положения в том что будучи самым низким центром земли или центром корневой энергии человека красный луч или основной энергетический центр человека имеет возможность первым реагировать на любой опыт ну понятно если он отвечает за выживание дать то как только что-то пахнет жареным сразу как бы уносится ноги ну и то есть не уносится неправильно выразился первая забота о самосохранении да вот об этом говорит первое это выживаемость значит только в этом смысле вы можете отождествлять физическое расположение южного полюса с центром корневой системы ну про человека это понятно как про планету это можно объяснить на любой опыт ну не знаю как наверное так что вот южный полюс опять же мы скобках знаем что там находится ли находился некий такой правитель земли да получается он притягивает согласно вот этим строкам всякие опыты или он так или он так создал или так на планете было создано поэтому там по и в том центре где все притягивается да соответственно можно это притяжение опытов влиять ну и значит это похоже и как нас человек в каждой грани ума и тела возможность первого действия будет представляться корню или основе ну то есть этот первичное такое на у на на уровне рефлексов и инстинктов у человека ну и земля там тоже видимо это самая такая нижняя чакра мужской земли что это за возможность за исключением выживания ну то есть какие могут быть возможности расширение опыта это корневая возможность ответа ее может считать характеристикой основных функций мое тело вы обнаружите что этот инстинкт самый сильный но ответ ну как бы выживание что над что-то сделать убежать потушить уплыть и перепрыгнуть ночью что-то сделать ответ много открывается знающими как только он сбалансирует и разблокирует этот центр цена южный пульс перестает блокировать данные опыта и более высокие энергетические центры бритет возможность пользоваться притянута то есть как только человек разблокирует этот корневую чакру 1 до красную остальные более высокий чакры и центры начинает уже осознавать что происходит но человек попал в какую-то там в пожар да если он только на одном центре работает он просто убегает дико и ничего не понимает почему это произошло или какая-то другая ситуация как только он сбалансирует и разблокирует этот первый центр то следы последующие вышестоящие центры могут подсказать ну ты там на этом человек глупый зачем ты не знаю там провода оголенные бросаешь там на полу вот они коротнули вот они подожгли сделали пожар ну я так условно то есть он начинает уже понимать вследствие чего произошла та или иная неприятность как только он поднимается выше первой чакры разблокирует ее вот и дает возможность другим чакрам работать вопрос почему вы говорите что опыт притягивается к сущности рад таково наше понимание природы феномена катализатора основанном на опыте его вхождение в осознание совокупности ум тела дух ну спрашивают почему вы говорите что опыт притягивается к человеку как ну так я понимаю потому что теперь уже мое понимание как он почему он понимает есть человек когда развивается до определенной стадии мужской магнетизма да ему притягивается вот такие опыты как только он развивается и магнетизм и не увеличивается или там грани магнетизма приходят при примагничивается уже другие или другого рода опыты то есть зависит от человека который притягивает понять опять же утрированно к дворнику не притянется хотя дворник тоже хорошая профессия не грушит плохая на просто как контраст дворнику не притянется опыт стать императором хотя тоже в принципе возможно но все-таки круг его или уровень его развития он все-таки такой на уровень дворника оставить президентом или царем это уже как бы ну наверное совсем не как бы негармонично ну так пример то есть согласно уровне идет даются опыты и могли бы прессе не могли бы вы привести пример как сущность создает условия для притяжения конкретного основана на опыте катализатора и как обеспечивается или изучается этот как катализатор то есть пример как это да вы приведете мы остановились для сканирования сознания человека какого-то чтобы воспользоваться в качестве примера его катализатором можно продолжать это всего один пример на его можно распространить на другие сущности осознающие процесс эволюции еще до воплощения это сущность выбрала способы большей вероятности получения катализатора она желала процесса выражения любви и света не ожидая никакого возврата также эта сущность программировала выполнение духовной работы и дружеское общение все соглашения были заключены до воплощения во первых с так называемыми родителями и родственниками сущности это обеспечило катализатор для создания ситуации в которой излучение сути излучение сути происходит без ожидания возврата вторая программа включала соглашение с несколькими сущностями вашем континуум времени пространстве пространство времени эти соглашения обеспечили и будут обеспечивать возможности для катализатора в виде работы и товарищества есть события которые были частью программы сущности и являлись векторами возможности вероятности связанными с вашей общественной культурой такие события включают природу или образ жизни вид взаимоотношений укладывающийся ваши юридические рамки и общественный климат в период воплощения воплощение планировалось на время уборки урожая такие данные можно отнести отнести к миллионам ваших людей те кто осознает эволюцию и страстно желает обрести сердцевину любви и излучение сути обеспечивающие понимание независимо от того какие запрограммированы уроки будут иметь дело с другими я они с событиями они будут иметь дело с отдачи они с получением поскольку уроки любви обладают как позитивной так и негативной природой те кто убран те кто будет убран негативную четвертую плотность будут делиться любовью к себе есть сущности чьи уроки более случайны за счет нынешней неспособности понять на постичь природу и механизм эволюции ума тела и духа о них можно сказать следующее процесс охраняется теми кто никогда не прекращал бдительное ожидание призыва к служению ни одна сущность не остается без помощи либо посредством сама сознание единство творения либо с помощью хранителей я защищающих менее сложный ум тела дух от любого постоянного разделения с единством пока продолжаются уроки вашей плотности все понятно давайте пройдусь так по-быстрому вкратце взять одного человека конкретно нам где-то отсканировал соглашение то есть ну или как соглашение как по-другому то есть уроки были запрограммированы до воплощения выбранные родители будущее и родственники и между ними были некие такие договоренности какие будут там опыт и так далее это первая программа и в этой программе это сущность этот человек планировал излучать энергию добро без ожидания возврат ну как бы благодарности бескорыстно 2 программа включала соглашение с некоторым с несколькими существ ну как бы так по жизни кроме родни и и в нашем измерении эти соглашения обеспечили будут обеспечить возможность для появления опытов работы и взаимодействия у этого человека и событий которые были частью программы сущности такие но связанные с общественной культурой ну как бы внести что-то в культуру человечество такие события включают природу и образ жизни вид взаимоотношений в общем тут общее таки выражение воплощение вот этого человека планируется на время уборки урожая о ком он говорит такие данные может нести к миллиона ваших людей то есть это обобщение таких много те кто осознает свою эволюцию реинкарнацию из и страстно желает понять основу любви излучения сути любви любви независимо от того какие были уроки за плане запрограммированы будут иметь дело с другими людьми они с событиями то есть это более сложный ну как бы вариант чем просто какие-то вот ситуации то есть это будет ниже для сущности менее развитых события с людьми это уже для развитых которые могут поговорить выяснить то есть это уровень более развитый человеком они будут иметь дело с отдачей они с получением поскольку уроки любви обладает как позитивной так и негативной природе с отдачи то есть человек вот такой раз будет отдавать энергию но и получать отдачу возврат когда с другими я те кто будет убран негативную плотность будет делиться любовью к себе с другими властью есть сущности чьи уроки более случайны вот как бы события за счет неспособности их понять природы механизм эволюции ума тела духа то есть менее развиты про них можно сказать следующее что процесс их развития храняется ну грубо или общее говоря говоря ангелами да или теми кто никогда не прекращал бдительное ожидание призыва к служению то есть они ожидают когда их попросят призовут помочь они бы помогает с тонкого плана таким неосознанно ни одна сущность не остается без помощи ибо посредством само осознание единства творения либо с помощью хранителей я ангела-хранителя защищающих менее сложный ум тело дух то есть менее развитый от любого постоянного разделения с единством пока продолжаются уроки вашей плотности то есть не не умный неразвитый человек получает большую поддержку от с тонкого плана от ангелов ну потому что он ну так много не может понять и он может отделиться от понимания единства творца но обидится там что-то такое вот мне не получается вот я там вот и тогда сущность или ангел помогает ему чтобы он все-таки понял что все едино вопрос не могу не могли бы привести пример негативной поляризации делящиеся любовью к себе кажется это уменьшало бы негативной поляризации не могли бы вы расширить эту концепцию ра мы не можем пользоваться примерами известных сущностей это было бы вмешательство поэтому нам вновь придется обобщать негативно ориентированное существо это существо которое чувствует что обрело власть и это ощущение придает его существование такую же значимость какую придает своему существованию позитивно поляризованное существо негативная сущность будет стремиться предлагать свое понимание другим я обычно с помощью формирование элиты учеников и учения о необходимости и правильности порабощения других я ради своей пользы другие я воспринимается как независимые от я и нуждающиеся в мудрости и руководстве я но то есть негативно ориентированная сущность которая обрела власть но духовную или административную какой-то лучший руководитель даже гуру какой-то руководитель семинаров школу какой-то он стремится чтобы те кто его слушают или ему подчинены во первых он формирует элиты то есть вот я это там гуру вот вы мои там какие-то помощники элита дальше все остальные вы или то должны этих солдат так сказать строить вы имеете над ними власть но вы не забывайте что я тут есть соответственно вы встроенные в подчинении мне но вам подчинять солдаты и вы все подчиняется мне ну примерно так вот и он как бы такой человек говорит о необходимости правильности такого такой иерархии ради своей же пользы а другие я то есть все ниже стоящие воспринимать те как глупые которые нуждаются в руководстве и в мудрости вышестоящего негативно ориентированного человека я тут же спросил фира это про меня могут нет 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 ладно идем дальше вопрос спасибо как способность удерживать в уме визуальные образы позволяет знающему осуществлять поляризацию сознания без внешних действий это совсем не простой вопрос поскольку знающий это тот кто пойдет выше зеленого луча сигнализирующий о входе в процесс уборки урожая знающий будет не просто входить в разумную энергию как готовы к уборке урожая он будет ходить в разумную энергию и разумную бесконечность с целью преобразования планетарной уборки урожая и урожая и сознание инструменты для такой работы пребывает внутри вас ключ во-первых молчание и во-вторых целеустремленность мысли если визуализация может устойчиво держится во внутреннем зрении в течение нескольких ваших минут как вы теряете как вы теряете время это сигнал о том что знающий достиг целеустремленности мысли а как вы измеряете время далее позитивные знающие может использовать целеустремленность мысли для работы с групповыми ритуальными визуализациями для подъема позитивной энергии а негативные знающие для усиления личной власти и так был вопрос как человек может использовать визуальные образы для развития своей поляризации отвечает знающие он не просто будет входить во первых тот знающий который с визуализацией он поднялся уже выше зеленого луча и он не просто готов к уборке урожая как вот я готов да и стоит ждет будет входить в разумную энергию и бесконечность разумные с целью уже активного преобразования планетарки планетарной уборки рожане и сознание то есть он становится как бы на ту сторону как в сторону организатор организаторов этой уборки урожая и активно влияет на какие-то события для того чтобы уборка рожать произошла наиболее эффективно в какой-то мере можно меня к этому отнести если вы не против осознающий что происходит он естественно активный и точно точнее чем просто какой-то хаотичный с хаотичным умом да он помогает вот этой уборки инструменты для такой работы пребывать внутри каждого человека ключ пи первое это молчание все больше слов не скажу во вторых целеустремленность мысли ну то есть целеустремленность как тут расширать не из пятого на десятое перепрыгивайте и тетите ну как вот я читаю те сеансы да и могу уже там бросить это вот а вот еще интересная книга да вот 1 2 3 4 50 сейчас сеанс это вот целеустремленность если визуализация может устойчиво держится во внутреннем зрении в течение нескольких минут как мы это измеряем но в минутах это сигнал то что знающий достиг целеустремленности мысли вот тренируйтесь и далее позитивный знающий может использовать целеустремленность мысли для работы с групповыми медитациями визуализации для подъема позитивной энергии а негатив для усиления личной власти тут уже без примеров вопрос не могу пояснить что конкретно делает знающий для влияния на планетарное сознание или позитивную поляризацию после того как обретает способность удерживать образ несколько минут как он влияет на вот эти процессы когда позитивно поляризованный знающий касается разумной бесконечности изнутри создается та самая сильная связь поскольку эта связь микрокосма цельной совокупностью тела дух с макрокосмос космосом косма такая связь позволяет скажем истинному цвету зеленого луча во времени пространстве проявляться в вашем пространстве времени смысл жизни в мыслях зеленого луча вашей иллюзии обычно это не так знающие становятся живыми каналами любви и света они способны передавать излучение любви и света прямо в паутину энергетических центров планеты ритуал всегда будет заканчиваться заземлением этой энергии в молитве и благодарности его освобождением ее в планетарное целое интересно значит когда позитивно поляризованные знающие дотрагивается до или доходит в своем развитии до разумной бесконечности изнутри создается вот эта сильная связь с самой сильной связь поскольку эта связь микрокосмос этой сущности развитой и она цельная с и макрокосмос богу да то есть человек соединяется сильной связью с богом и поэтому возникает и зеленый луч позволяет зеленому лучу проявляться в нашем пространстве зеленый луч это безусловно любовь то есть бог человек подсоединяется к богу это и другими словами то же самое другими бог подсоединяется к человеку и через себя направляет на землю энергию безусловно любви зеленый в вашей жизни обычно это не так то есть это редкий случай иными словами дальше он говорит знающие становятся живыми каналами любви и света ну принципе вот мы про это много раз говорили что какой-то какой то есть поток вот через меня например ну и наверняка есть какие-то и другие как варианты вот и он об этом говорит знающие становятся живыми каналами через которые идет любовь и свет они способны передавать излучение любви и света прямо в паутину энергетических центров планеты принципе я думаю и ратники является такими живыми каналы любви и света вот так что тут не один я а вы те кто родники получаете энергию божественную энергию и распространяйте там где вы находитесь и от вас она не только на окружающих влияет но и попадает в паутину энергетических центров планеты и так вся планета впитывает вот эту энергию и начинает меняться то есть попробую как как это происходит влияние на все общество вот ритуал этот или куда-то процесс всегда будет заканчивать заземлением этой энергии в молитве и благодарности и высвобождение в планетарное целое ну то есть вот этот процесс то писта ритуал процесс этот перед распределение энергии всегда будет заканчиваться заземлением то есть вхождение в энергию в планету через молитву через благодарность через намеренное действие то есть вот ратник да я распространяю вокруг себя энергии и божественной энергии и это намерение можно сказать молитва или благодарность то что есть такая возможность и она идет планетарное целое и так меняется планета вопрос не могли бы выдать не могли бы выдать придаст не могли предоставить больше информации об энергетических полях тела по отношении к правому и левому полушариям мозга связали на или они с фокусировкой энергии в пирамидальной форме не трудно перейти к новой серии вопросов поэтому я задаю такой вопрос я сам не понял вопрос значит больше информации об энергетических полях тела ну тела вот эти тонкие тела человека по отношению к левому право полушариям мозга связали ли они с сфокусировка энергии в пирамидальной форме перим дали форме чего человек не не очень понятно так ответ а похоже вам трудно с новой серии ответов можно сказать следующее пирамидальная форма фокусирует втекание энергии которыми могут воспользоваться сущности осознающие эти втекания еще можно добавить что форма вашего физического мозга не имеет значения концентрации втекающей энергии если вас это интересует пожалуйста задавайте более конкретные вопросы ну как это понять я думаю пирамидальная то не буквально пирамида а пирамидальная структура центров человека то есть нижние красные оранжевые желтые зеленые она и имеет так образно говоря пирамидальность нижние нижние это основа и чем выше тем вот как бы пирамида повышается в этом плане если это так то тогда начать пирамидальная форма фокусирует втекание энергии которыми могут воспользоваться сущности осознающие эти втекания то есть втекает допустим в красную поднимается вверх кундалини да если человек осознают что происходит с ним вот то этим может человек воспользоваться потому что он понимает что происходит и форма вашего физического нашего физического мозга не имеет значение смысле концентрации но как опять же форма какая лево-право что ли если вас это интересует задайте более конкретно вопрос ну то есть что можно понять из этого если человек вот эти процессы осознает что он развивается от нижней чакры или центра к верхней то он многое то есть он этими процессами может воспользоваться осознанно и какая там левая или правая часть мозга это не играет роли чтобы вопрос лево-право части мозга как они с вот с этими центрами как бы взаимодействует никак роли не играет вопрос медитации каждый из нас ощущает энергию в разных местах головы не могли бы сказать что это что это значит и что означает места в которых мы ее ощущаем ра в изучении этих опытов поможет отвлечение от пирамиды втекание энергии ощущается теми энергетическими центрами которые нуждаются или готовятся к активации поэтому те кто очкает стимуляцию на уровне фиолетового луча получает именно это те кто ощущает ее на лбу между бровями ощущает луч индига и так далее те кто ощущает покалывание и визуальные образы имеют какую-то блокировку в активирующемся энергетическом центре поэтому электрическое тело развертывают эту энергию и ее влияние рассеивается те кто просит энергию неискренне могут чувствовать себя как сущности плохо подготовленной к психической защите те кто не хочет испытывать такие ощущения активации изменения даже сознательном уровне не чувствует ничего вследствие способности защищаться и бороться с изменениями значит вопрос был вот при медитации в каких-то местах появляется щекотание или воздействия что это означает он говорит что те центре которые готовы для активации для включения там и происходит вот эти ощущения вот например на бу или там лет еще те кто ощущает покалывание или какие-то образы в какой там в каком-то центре значит они в этом центре имеют блокировку и они то есть происходит активация или открытие что ли вот этого центра те кто просит энергию неискренне побаиваются чего-то могут себя чувствовать как сущность плохо подготовленная защите то есть она такая сущность медитации видеть всяких там паразитов бесов чувствует себя жертвой боится и пытается это все прекратить вот это видение то есть когда как я понимаю по этим словам если человек искренне хочет получить энергию и раскрыть свои чакры у него не будет вот этой вот это ощущение нападение на него а тот кто не искренне и как-то вот ну и боится тогда тут и получает некое нападение и чувствует себя таким вот на которого какие-то черти нападая а те кто не хочет испытывать ощущение даже на подсознательную 1 этот то есть предыдущий был он вроде и хочет но и боится их и хочется и колется а этот вообще никто не ничего не хочет тот ничего вообще не будет ощущать то есть вот кто говорит а я чет ничего не чувствую ну ты не хочешь даже на подсознательном уровне значит ты не чувствуешь захоти у тебя может появиться ощущение вопрос нормально ли получать две стимуляции одновременно но видимо имеется в двух чакрах или двух центров самое обычное ощущение знающего стимуляция луча индига третьего глаз она активирует великий вход в целительство магическую работу набожное внимание и излучение сути личности стимуляция фиолетового луча духовная отдача и получение от творца от творца к творцу это самая желаемая конфигурация пожалуйста знаете еще один обширный вопрос этого сеанса был вопрос а вот если на 2 на 2 на 2 центра воздействие это нормально самое стану стандартно все хотят открыть 3 главный вот он и говорит луч индига активирует вход целительства магию божественное то внимание излучение стимуляция фиолетового луча это уже общение как творец творцом маленький творец большим творцом с богом вот это самое желательное конфигурацию вот эти два центра если одновременно это самое хорошее ну конечно может быть конфигурация 7 7 1 там какие-то еще комбинации 2 5 да вот он будет вот эти 6 7 самый лучший если одновременно так следующий вопрос могли бы углы углубить следующую концепцию что необходимо сущности вперед воплощение физику как и узнаем чтобы стать поляризованные или уместное взаимодействие с другими сущностями и почему это невозможно между воплощением когда сущность осознает что она хочет делать почему она должна входить воплощение и терять сознательную память о том что она хочет делать и действовать на угла наугад до сенными вопросами и иными словами уже заплетается язык иными словами почему возникает завеса в момент когда человек рождается ра в качестве примера позвольте взять человек который видит все карты на руках игр игроков покер узнает весь расклад тогда это не что иное как детская игра полное отсутствие риска известны все карты других игроков и все возможности рука будет играть правильно ну без всякого интереса то есть это уже не игра это некая такая перебрасывание карт с возможности случайного там как у кто-то зазевается да может кто-то что-то выиграл а так все 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 видят во времени пространстве в плотности истинного зеленого цвета руки всех открыты глазу это про четвертое измерение видно все мысли чувства тревоги отсутствует обман и желание обманывать многое достигается в гармонии но вследствие такого взаимодействия ум тело дух обретает лишь небольшую полярность ну дальше позвольте вновь воспользоваться этой метафорой и распространить ее на самую длинную игру в покер которую вы можете представить жизнь игральные карты это любовь антипатия ограничение несчастье удовольствие так далее они непрерывно тасуются и перетасовываются пребывая воплощение вы можете начать подчеркиваем начать узнавать свои собственные карты вы можете начать находить в себе любовь вы можете начать балансировать удовольствие ограничения и так далее однако карты других я вы можете узнать только заглянув им в глаза вы не можете помнить свою руку руки других я и даже правила игры но игру могут выиграть только те кто теряет карты под нежным влиянием любви игру могут выиграть только те кто выкладывает свое удовольствие ограничение на стол лицом вверх и в душе говорят все все вы игроки каждая другое я и каким бы ни был ваш расклад я люблю вас эта игра знать принимать прощать балансировать и открывать себя любви нее нельзя играть без без памятства поскольку с точки зрения жизни и цельности бытия совокупностью тела дух игра не имеет никакого значения ну давайте вернемся во время пространстве плотность истинно зеленого цвета четвертое измерение так понимаю все видно мысли чувства тревоги но это там и поэтому там полярность развивается не так быстро как у нас где все закрыто здесь представьте что ваша жизнь это большая длинная игра в покер и карты это все ваши чувства и поступки любовь антипатия ограничение несчастье удовольствие так далее и вы эти карты тасуете постоянно и можете начать узнавать что в вашей колонии что в какие ваши карты что мы не не знаем что у нас как бы заключено мы можем это познать вот и мы можем находить в себе любовь но любовь это все все грани любви понимаете вы может мы можем начать балансировать удовольствие ограничение так далее то есть балансировать гармонизировать чтобы мы были в балансе духовный материал материальная любовь мудрость но это что касается своих карт вы с ними можете работать а карты других я вы можете мы можем узнать только заглянув глаза то есть общаясь с другими людьми мы можем понять какие карты у этого человека или у того мы не можем помнить свою руку руки других я так и даже правила игры но игру могут могут выиграть только те кто теряет карты под нежным влиянием и то есть когда у человека растет любовь он теряет карты другие там ограничения антипатита он их теряет и когда теряет но видимо тут как у кого меньше карт тот и выиграл да вот эта любовь она позволяет терять эти карты то что не нужно и игру могут выиграть только те кто выкладывает выкладывать получается теряет выбрасывает или раскрывает свои удовольствие ограничение на стол лицом кверх и говорит вот вот это я да я люблю там не знаю что такое пить пиво условно вот я люблю цветы вот я я веган я люблю мясо я там и я вот такой я люблю женщины я люблю кататься на машине да я не скрываю вот я но при этом вы все вы другие у вас есть свои какие-то предпочтения свои хобби там да но я понимаю что вы другие и я люблю вас и в этот момент человек выиграет эта игра знать принимать прощать балансировать открывать себя любви вот такая игра то есть принципе жизнь это поиск раскрытие любви и в нее нельзя играть без завесы тут без беспамятствует то есть без завесы играть нельзя потому что ну тогда игры самой не будет смысл смысл теряется вот потому что с точки зрения жизни и цельности бытия совокупством тела дух не имеет никакого значения без завесы ну и дальше вопрос стандартные на этом про прощаюсь я с вами спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...